День космонавтики День космонавтики Мы обязательно делаем в виде конуса ракету, потом она у нас обязательно делается с ниточкой вот такой вот для игры. Нитка идет метровая, два мальчика встают около друг друга, напротив друг друга, начинают постепенно ее разматывать и подходить друг к другу. И кто первый коснется любой из сторон ракет, тот и выиграл. Свои познания о вселенной, планетах и людях, покоривших космос, ребята могли продемонстрировать не только во время мастер-классов, но и в ответах на вопросы викторин или рассказать в своих детских научно-практических работах. Все это тоже часть аэрокосмического фестиваля. Ежегодно в нем принимают участие больше тысячи школьников со всего города. Я знаю, что первый человек вылетел в космос, это был Юрий Гагарин. Еще летали животные в космос, белка-стрелка, две собаки. Ну и что у американцев первым полетела шимпанзе. Я исследовала работу, что Луна сама излучает свет или это что-то отраженное. Оказалось, это отраженное от самой Луны. И, кстати, она так меняет цвет. А что-то еще, какие-то факты о Луне можешь сказать, какие-то интересные? То, что она растет, убывает, она бывает разной формы, она меняет цвет. Я даже не знаю один небольшой лайфхак. Как угадать, она растет или стареет? На этот раз в конкурсе участвовали 39 школьников. В этот же день в зале музея Ленинского мемориала назвали имена победителей детского состязания научно-практических работ. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.